welcome 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 дорогие друзья на что обещанное видео с пасхалками по второму акту великолепного шоу шоу аркейн от лиги легенд от netflix а которая собрала миллион уже зрители миллионы просмотров кстати говоря на мдб среди самых популярных шоу на данный момент она держится на втором месте а среди самых оцениваемых шоу она выпала на 16 место ну никак выпала она была даже на 18 когда только стартанула но люди все еще смотрят все еще стоят высокие оценки и поднялось она до 16 место понятное дело что оценки и популярность еще будет уменьшаться а не увеличиваться потому что только начало понятное дело что это на душу населения как говорится берется и первые люди которые хотели посмотреть они его уже посмотрели поэтому они создали великолепную популярность но у нас пасхалки ребят пасхалки по второму акту то без включаем и 4 5 6 эпизоды если вы их еще не смотрели вас ждут море спойлеров поэтому обязательно идите посмотрите я думаю уже выложено даже у доминика торрента все эти серии посмотрите их только тогда и приступайте просмотру этого видео но если вы уже смотрели вот вам будет очень интересно увидеть то что я заметил а вы наверняка не заметили я сказал топ-5 пасхалок но на самом деле гораздо больше будет просто это будет топ-5 мест где пасхалки которые вы могли не заметить и первое место что ребят поехали да ставим лайки подписываемся на канал пишем комментарии что вы возможно еще заметили а я не заметил и поехали вот теперь да ну что у нас первое это бордели ребят бордель в который заходит у нас в вместе с кейтлин и тот самый бордель находящийся в зауне и первая же фраза которая нас встречает это the one place all the secrets are spilled что переводится с английского как это место где открываются все тайны но можно так перевести но в русскую версию адаптацию именно закинули ту фразу из-за которой я решил пересмотреть увидеть тот момент а было ли такое в игре престолов когда персонаж мизинец будучи главным борделе заводил туда одной из своих новых так скажем ституток и ей нанес сказал тащи точно такую же фразу что здесь обнажается истина и в русском языке именно точно так же эту фразу перевели я думаю они просто банально загуглили увидели что эту фразу произносит мизинец перевели ее точно также и я больше чем уверен что это как бы чуть ли не омаж в сторону великолепного тоже тв-шоу от hbo да по-моему hbo сделали тот сериал и приятно видеть что райты не боятся показать свою вселенную взрослой а не делать ее для диснеевских мальчиков девочек а сделают ее для настоящих мужчин из латвии следующий же кадр здесь когда проходит кетли вместе свай по борделю они видят каких-то не двух непонятных персонажей и они что-то курят ну нас не интересует что конкретно они курят нас интересуют маски которые на них надеты и конечно же это отсылка к персонажу игры лиги легенд киндред что является персонаж является сразу двумя персонажами это волк и овечка и прям те же самые маски на них надеты тоже волк вот тебе и овечка вот так вот довольно интересно райты закинули киндред в эту вселенную хотя киндред сама сумеречных островов она вроде как не должна быть в пилтовере или в зауне но она здесь и не является реальным существом это скорее маска как символ того что вроде такое существо существует потому что сама по себе киндред существует уже более десяти тысяч лет это дух если так задуматься дальше нам показывают ту самую мамку этого борделя и у нее сзади в две картины одну картину показать вам не могу по причине того что это youtube в следующем кадре когда нам покажут ее она будет сидеть на диванчике и там картина за ней можете посмотреть с голыми сиськами ребят вот такие вот там орги нарисована прямо не за спиной здесь же у него маски за спиной и я на это хотел обратить внимание потому что это чуть дальше понадобится для моей теории ну а дальше кадр когда уже вай поговорила с мамкой выходит из этого помещения прогуливается по одному из прогуливается по коридору и видит что кейтлин вроде как сейчас общается с одной местной даже не посетительницы ребят а укротительницы укротительницы мужских сердец и кто-то подумал что у это кадр всем доказано что кейтлин би все кейтлин би пойду на неё фапать нет ребят все не так здесь здесь все не так просто кто не понимает этот кадр гораздо умнее чем вы думаете во первых они вообще не говорят о сексе обратите внимание кейтлинги что-то рассказала и эта женщина номер два здесь она писана говорит ой а представь там еще есть сады что какие сады о чем она рассказывает вообще непонятно и если мы посмотрим на весь антураж который в этом помещении есть нам показывают лес показывают а задний который прорисован как еще более глубокий лес да боже мой у людей подписываться реально когда я даже не стремлю может мне вообще не стремить они сами будут подписываться спасибо за подписку так вот нарисована у нас оленья голова как вы видите павлина стоит статуя и лежит еще лук и если мы обратимся к античной истории ребята мы узнаем что этот персонаж артемис девушка которая является богиней охоты более того она как раз таки обладательница лука у нее был олень и она охотилась на павлинов я серьезно именно так в лоре древней греции написано более того она была еще и всегда разодета так легко и я даже не знаю как к этому относиться потому что здесь она тоже очень легко разодета и возможно возможно здесь нам показывать сейчас какие-то он общается с богини артемис которая вообще является из нашего мифологии из греческой мифологии вот такая вот интересная отсылочка от райта переходим к следующему событию про бордель я рассказал все что мог но и могу опять же сказать что я не вижу никаких посылов здесь что это би она просто общается и кто не был никогда в таких заведениях могу сказать там не всегда все заканчивается сексом более того там чаще даже заканчивается обычным общением переходим к следующему моменту это уже ребят сам за он я хотел про него тоже показать и конечно же многие обратили внимание на мужичка который рисует на спине какого-то другого мужичка морды кайзера морды кайзера иконку но это тот же самый татуировщик который рисовал ургота на плече татушку этого как он называется там вылетел из головы название предмета лиги легенд а ургот это официальная его превьюшка его иконка вот и ургота поэтому тот же самый мужичок засветился и показывает нам что это опять же одна и та же вселенная многие могли это не заметить но думаю все же это часто замеченная вещь была людьми следующий же кадр который вы не заметили это было в первом эпизоде когда спустились еще живой майло живой клагер и вся банда как раз таки вай спустились вниз в заун здесь стояла бабушка и попрошайничала у них деньги это та же самая бабушка которая потом будет работать в пилтовере или чем он там будет заниматься и кейтлин и увидит на рядом с паромом а потом когда кейтлин спустится вниз большим трудом она эту же бабушку видит слизу и окажется она туда пробилась или это дедушка я не знаю бабушка дедушка йордл в общем какой-то персонаж йордл и как вы видите довольно интересная тема что она жива осталась и вот теперь начинается теория ребят небольшие теория одна из теорий во первых мы видим ту же самую девушку из борделя только теперь она здесь это в первом эпизоде была не являлась бордель мамкой а возможно она уже являлась мамка просто не такой прям мега официальный мы видим с вами мужичка какого-то этого же мужичка мы видим в четвертом эпизоде этого сериала его показывают и официально от рай это было подтверждение что этот мужичок связан с реальными людьми в реальной жизни я честно прогуглил всех возможных потенциальных людей и нашел только вот этого мужичка его зовут эрик бергсон по фамилии тоже понятно что он как русский скандинав и единственное что я могу сказать то что он являлся главным супервайзером на проекте лиги легенд и он являлся ну типа не продюсером но среди тех кто работал он был главным человеком есть вероятность что это тот же самый человек официально рай это это никогда еще не подтверждали и вообще фотографии этого эрика всего в интернете две а вот такая фотография и фотография где он что-то там выложил сам в его инстаграме вообще ничего нет в общем доказательства официальных нет но очень уж похож этот персонаж так что возможно тот же самый человек орает и таким образом поддержали ну того кто был руководителем проекта супервайзера это руководители ну либо наблюдатель над этим проект но не продюсер то есть денег он своих не вкладывал так что возможно где-нибудь провинился поэтому его без трусов показали потом показали бухим на аэроплане но кто его знает как у райтов там все устроено и вот теперь ребят самые интересные пасхалки кто скажет это все видел уже вырубил видеть ты вырубил видео ай-яй-яй осуждают тебя но мы переходим к самым интересным пасхалкам до которых и многие не дошли либо просто их не заметили вот этот мужичок кто это по-вашему как вы думаете когда он вообще был скажу я вам во время разговора mail с джейсом в опере играла музыка и играла ее как раз и вот этот человек и это реальный человек ребят который существует в нашем мире играл ее час у меня на листочке записано потому что люблю запомнить не запоминать имена рейчен его на самом деле зовут и рейчен исполнял эту музыку и рейчена райты же и нарисовали но есть маленькая загвоздка когда они его рисовали они сказали что это вообще-то из ионии персонаж это во первых не сами они сказали что он персонаж а просто вот это вот все проезжие это все из ионии в один из моментов во время всех этих разговоров mail произносит фразу your audience а ведь у консулер что переводится как твоя аудитория тебя ждет консуль а консул но 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 нас интересует не конкретно эта фраза нас интересует то что похожую фразу произносит джин он два раза говорит про аудиенцию аудиенции про аудиторию свою и один раз он произносит эту фразу точно так же как my audience away me типа моя аудитория меня ждет и вторая только моя аудитория может увидеть мое лицо такая у него есть фраза но давайте сначала закроем тему с ченом вот так выглядит на самом деле музыкант который играл на самом деле вот эту музыку которая играет персонаж в истории аркейн похоже же полностью я с вами соглашусь похоже но вот так выглядит по официальному канону лицо джина да ребят я немножко не хочу сказать что расизм не расизм но я не вижу разницы мне вообще кажется что рай ты так как разрабатывали этот проект шесть лет а официальный скин джина без лица появился всего лишь год назад а возможно они его рисовали просто щена и уже давно задумали что этот чем это и будет как раз таки джин который путешествует по лору джина да кто не в курсе он и анец который путешествовал вместе со своей труппой музыкант и они с путешествами со своей труппой пока однажды не сошел с ума не начал всех убивать вот такая вот история сейчас шел с ума неизвестно там ничего не расписано подробно единственно то что его поймает зэд шэн с их учителем они его поймают и они его и накажут вот вы ребят ваши теории ваши догадки потому что мне кажется это один и тот же человек рай это рисовали это все щена потом подумали а давайте сделаем что это вообще будет джин это будет как отсылочка как подсхалочка как вот такое не будем же мы делать отдельную историю конкретно про джина и напоминаю вам что в первых эпизодах была маска джина которая находилась именно в зауне и это же маска могла ему достаться в дальнейшем если нам его еще покажут но пока на этом история его полностью завершается и мы переходим к следующему следующий пасхалки это пасхалка касается вот этого текста это текст появился где-то полгода назад когда райты рассказывали нам про будущих чемпионов реворки и так далее и сказали что в этом году следующем точнее году 2022 первый же чемпион будет саппорт и что же нам написали про этого саппорта она превращает она заставляет своих врагов сражаться друг с другом она смотрит на то как они убивают друг друга хотя они обещали защищать друг друга она манипулирует людьми ну я говорю она и просто заранее уже говорил она там возможно он там не написано в английском языке нет рода как вы знаете когда вот это вот все рассказывается она манипулирует людьми используя свою харизму заставляя их чуть ли не умирать и единственное что их спасает если они выполняют ее приказы они не знают ее имя это настоящая для нее игра не рассказывать им имя все что они могут понять что она им помогает она их саппорт но здесь такого в кавычках саппорт это можно сказать как помогает а можно перевести как саппорт саппорт и этот значок значка и нигде не нашел сразу скажу в аркейне нигде на хрен от этого значка более того скажу вам что рай это официально подтверждали в аркейне есть один персонаж который будет у нас лиги легенд дальше и многие люди до сих пор гадает кто это будет ссылка которого скорее сего убьют это будет возможно вандер который не превратится барвика превратится во что-то еще может быть это вообще рио который в синджите в банке с клянки сидит возможно это mail и вот тут мы подходим а почему бы это не быть мало ведь все совпадает она манипулирует людьми используют все их достатки для себя есть диалог дмл конкретно говорит что эти люди не могут мне ничего нового предложить я их уже использовала окончательно она харизматичная и поэтому постоянно давит на джейс рассказывает что химмер деньги великий ученый но он старик нас ждет будущее а не прошлое пилтоверу нужен лидер который смотрит вперед то есть это все как бы манипуляция и мы дальше переходим к следующему моменту где после сайте давайте такое буду слово использовать да ладно что то дать как надо после секаса между джейсом и mail где джейс ее покинул все же во время их бурной ночи она проснулась одна обиделась на него но при этом она начала я думаю все же испытывать какие никакие чувства к нему все же секс не мог пройти незамеченным и как итог она решила нарисовать картину таким образом себя успокоить и напомнить кто она является на самом деле а что мы на этой картине видим мы видим красные флаги мы видим твердыню но ксуса и она говорит джейсу когда он пришел что ты вообще ничего не знаешь про меня это ее искренние слова она намекает тому что она отчипенко в своем доме ее оттуда изгнали и она хочет всем доказать что они были неправы и как же она это хочет доказать мы не знаем какой именно дом но ксуса ей принадлежит какая у него настоящая фамилия какое у нее настоящее имя мы тоже не знаем то что она на ксианка это сто процентов и то что она сейчас стала в совете правой рукой джейса джейс там главным стал в совете пилтовера она права его рука и может им манипулировать можно вообще предположить что она чуть ли не главное теперь в совете всего пилтовера его по сути захватила в одиночку вот такая вот у нас мэл непростая девчонка ребят я думаю что именно так все и будет и скорее всего история с ней будет завершаться не да не закрытием скорее всего история будет более открыта и на этом эпизоды все закончено у нас осталось все три эпизода как вы знаете там будет арку закрывать джинкс вай кейтлин но не будут закрывать арку я думаю мэл и мы гораздо больше узнаем о ней возможно в следующем сезоне есть он будет у нас такими цифрами он должен быть ну и последние пасхалка ребят это кто же у нас скрывается под маской под маской персонажей эти файр лайтеров которые в русском языке поджигателями перевели поджигатели ну я думаю многие уже предположили и я вам не открою большую тайну что это эко но я вам буду доказывать почему это чтобы у вас не было никаких сомнений начинаем с того что у него и у всех его подручных а везде нарисован как раз таки песочные часы 0 символ песочных часов вот эти два треугольника скрепленный друг с другом это символ песочных часов главный персонаж который ходит на в этом костюме и закрытой маской носит такой же шарф как носит эко после чего он сам использует часы как вы это могли знать эко в первый раз в первом эпизоде когда появляется произносит фразу дайте мне несколько секунд именно эта фраза у него есть этот же персонаж который мы предполагаем что эко когда появляется произносит фразу у нас есть всего пять минут это первая фраза персонажа появляющегося в каждом эпизоде забавно будет если в седьмом эпизоде соответ соответственно первом эпизоде третья арки он произнесет фразу что-нибудь вокруг часа скажет допустим у нас всего пару часов или у нас осталось всего несколько часов и это будет реально забавно потому что тогда будет у райтов интересная отсылка потому что секунды минуты часы и если мы еще отбросим вот все эти картинки вы спросите меня ну как доказательство доказательную базу что или но он же использует роверборд так называемый но роверборды не существует в этой вселенной как ты можешь говорить что этот персонаж является эко если он летает на этом роверборде и где 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 же доказательства ребят сейчас будет самое главное опа куда мы попали ребят мы попали в 2020 год 18 ноября когда была выпущена история рунтеры пил товар и за он которая называлась настоящий гений и во время этой истории хемердингер разрабатывается своим каким-то подручным какой-то препарат и препарат аппарат и приходит джинкс который разрушает все если посмотреть по лору то эта история как разки попадает именно в тот временной промежуток когда ва еще сидит в тюрьме джинкс уже работает носилка но еще не начались все события 4 5 6 эпизода джинкс обворовывает хемердингера и после этого теряет этот же прибор который она обворовала он падает вниз ой перемотал на самое начало день сейчас вернусь он падает вниз в самый заун где его находят кто бы вы подумали его находит эко эко начинает с этой штукой работать и разрабатывать себе ховерборд правда пока еще не летающий ховерборд и начинает на нем прыгать прыгать пока однажды он его тоже не теряет этот ховерборд улетает назад хемердингеру который его дорабатывает ребят и создает летающий ховерборд и вот тут начинается теория есть три теории которые одна из них самая вроде простая первая первая самая простая теория райты сделали все это не случайно это понятно хотели показать что ховерборд был разработан как раз таки в некотором роде эко но ему помог в этом всем хемердингер и эко скорее всего со своей банды просто обворовали этот проект и используют его это первая теория поэтому у них есть ховерборды вторая теория хемердингер не так прост как вы думаете и а эти самые фаер лайтеры они работают на хемердингера вот и все и соответственно хемердингера хоть джейс и прогнал из совета на хемердингер не так прост и он разрабатывал что-то что могло улучшить жизни зауну что могло улучшить жизнь пилтовера все же это его родной город который он же сам создал и третья теория та самая мамка не так проста она тоже ердл и она мучает с хемердингером ну может быть не отношения сексные но она является как раз черным кардиналом он является белым кардиналом они вместе строят этот город и хемердингер просто с ней поделился своими вот этими разработками ну а она вы помните маски у нее за спиной является как раз таки главой банды фаерлайтеров потому что у нее маски за спиной она им их выдает поэтому они все носят те самые маски которые есть у нее вот такая третья теория наверно наиболее фантастическая но первая теория которая самая простая я думаю будет реально воплощена жизнь в седьмом эпизоде а как вы считаете если шансы у хемердингера заняться любовью с мамкой надеюсь не твоей ставьте лайки подписывайтесь на канал чтобы ничего не пропустить это был обзор и пасхалок и вообще всего что было в четвертом пятом и шестом эпизодах 7 эпизод ждем завтра он уже выходит завтра буду смотреть буду делать обзоры на них тоже и если вы хотите чтобы я их выпускал регулярно конечно же нужно много лайков пока-пока